Свыше 500 предложений по поправкам в Конституцию России уже поступило в адрес федеральных властей. Об этом заявил президент во время встречи с рабочей группой. При этом он еще раз напомнил собравшимся, что именно всенародное голосование должно стать обязательным условием для принятия нововведений. Такой формат, по мнению президента, позволит принять участие в процессе даже тем, кто не участвовал в дискуссии. Люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения. И для меня важно, не как там, в каких статьях что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной. Вот что важно. А как вы там пропишите, куда, чего вы поставите, где там какой указ подписать, это же дело техники. Но по сути важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают, значит закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут. По словам Владимира Путина, благодаря опыту работы президентом и премьер-министром, для него стало очевидно, что некоторые вещи, цитата, не работают так, как должны работать. А потому поправки продиктованы просто жизнью. Тем временем на местах продолжают предлагать все больше нововведений в Конституцию. Общественность коми также не отстает. Так, напомню, наши священнослужители уже предложили в новой редакции основного закона расширить само понятие «человек». Действительно, в Конституцию надо внести определенные поправки. Например, жизнь человека надо признавать с момента зачатия. Это правда. Это правда. Эту правду надо признать. О том, что семью надо поддерживать, но не только материальными методами, но и ценностное должно быть воспитание. О том, что интернет должен быть не только доступным, но и чистым. И эту правду мы ждем. Особое внимание молодежной политики. Сейчас в стране проживает 37 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это почти четверть населения. Между тем, в действующей редакции основного закона совсем нет упоминания о молодежи. Активисты уверены, России нужна скоординированная молодежная политика. В стране много различных движений, однако зачастую они работают сами по себе, не особо взаимодействуя друг с другом. На мой взгляд, я думаю, что нужно отмотать немножечко на пару лет назад, когда в республике было свое ведомство, то есть что-то по типу департамента по молодежной политике, который объединял все молодежные организации, то есть в одно единое целое. То есть под департаментом молодежной политики, под крылом этого департамента находилась вся молодежная политика республики Коми. И было бы неплохо, если бы это, в принципе, работало во всей России. Напомним, важные изменения в Конституцию Владимир Путин предложил в январском послании Федеральному собранию. Сейчас проект закона о поправках находится в Госдуме. Формат голосования прорабатывается. Предполагается, что процесс займет около трех месяцев. Формат голосования прорабатывается.